Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Здравствуйте в студии Виктория Царева. Прямо сейчас мы расскажем о последних событиях в стране и в мире. Данная информация. Зачем понадобилась проверка? Шторм в Испании устроил хаос. Мост обрушился, десятки людей пропали без вести. Нарушено железнодорожное сообщение. Здоровая демократия основана на честных прозрачных выборах, свободных от коррумпированного влияния, чтобы каждый гражданин мог поверить, что его голос действительно имеет значение. Об этом говорится в видеоролике, который информирует граждан об их правах и возможных нарушениях на предстоящих выборах. Видео сняла Центральная избирательная комиссия в сотрудничестве с Генеральным инспекторатом полиции при поддержке ПРООН в Молдове. В ролике рассказывают о том, что можно и нельзя делать в день выборов, чтобы способствовать свободному и справедливому избирательному процессу. Граждан, которые обнаружили правонарушение, просят немедленно сообщать о них правоохранителям. Сумму до 57,5 тысяч леев и лишение свободы на срок до 5 лет. В день выборов вы имеете право проголосовать на избирательном участке или запросить переносную урну. Однако любая попытка повлиять на голосование, организованная доставка избирателей на участки или блокирование доступа к урнам являются незаконными и наказываются согласно закону. Избрать главу государства молдавскому народу предстоит уже в это воскресенье. В бюллетенях указаны двое кандидатов – Майя Санду и Александр Стоиногла. По данным Центра избиркома, голосование во втором туре проведут по тем же спискам избирателей, что и в первом туре. Готова сотрудничать со следствием. Подозреваемая по делу о подкупе на выборах, известная в медиапространстве, как тетя Рая, она же одна из фигурантов расследования Зиару Дегарде, дала интервью общественному телевидению. Женщина заявила, что признает свою вину и раскаивается. Майя Санду и Александр Стоиногла. Напомним, что тетю Раю подозревают не только по делу о подкупе избирателей на выборах, она также фигурирует в деле о незаконном финансировании партии. В ходе интервью женщина обратилась к гражданам, у которых возникает соблазн взять или предложить предвыборную взятку. Напомним, правоохранители установили, что члены территориальных организаций некоторых партий страны ежемесячно получали вознаграждение из теневых источников. Эти деньги шли на то, чтобы убедить избирателей проголосовать за определенного кандидата на президентских выборах и отметить позицию «нет» на еврореферендуме. Нужную кандидатуру должны были объявить представители партии «Шанс» и или «Блока Победы» накануне выборов 20 октября. Также нарушители закона оплачивали участие в митингах, флешмобах и акциях протеста. Отметим, что до вынесения окончательного решения суда любой подозреваемый или обвиняемый по уголовному делу пользуется презумпцией невиновности. Национальный антикоррупционный центр сообщил, что до сих пор уже применили штрафы на сумму более 2 миллионов леев за коррупцию на выборах. Сейчас учреждения изучают около тысячи протоколов о признании правонарушения, предусмотренного первым пунктом статьей 47 Кодекса о правонарушениях. Это пассивная электоральная коррупция. Тем, кого признают виновными, грозит штраф от 25 тысяч до 37,5 тысяч леев. Майя Санду пообещала действовать оперативно, чтобы решить проблемы, связанные с законом о национальном органе по неподкупности и положить конец злоупотреблениям в отношении мэров. Такое заявление кандидат в президенты от партии действий «Солидарность» сделала на видео в социальных сетях. Я общалась с блоком «Импреуны», с Цику, Бужаряну, Пленгеу, Глигором. Выслушала их просьбы. Я заверила их, что мы незамедлительно примем меры для решения обозначенной ими проблемы, связанные с законом о национальном органе по неподкупности, чтобы прекратили злоупотребление и непропорциональные наказания мэров. Мы обсудили несколько вещей, которые можем сделать вместе. Сейчас важно объединить усилия на европейском пути, на благо Молдовы. Мы все хотим жить в условиях демократии, и сейчас настало время ее спасти. Напомним, 3 ноября состоится второй тур президентских выборов. За пост главы государства будут бороться кандидаты от ПДС Майя Санду. В первом туре ее поддержали практически 42,5% избирателей и кандидат от ПСРМ Александр Стоиногла, который набрал почти 26% голосов. Соперник Майя Санду во втором туре президентских выборов заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Александр Стоиногла рассказал в интервью международному агентству Reuters. В интервью кандидат на пост президента от ПСРМ заявил, что в случае победы на выборах президента готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а также преодолеть разногласия вокруг Приднестровского региона. Если повестка дня будет достаточно интересна большинству молдаван и возникнет необходимость во встрече двух лидеров и о встрече с президентом России, приоритет должен быть в пользу большинства молдавского общества, что означает снижение эскалации. Молдова должна стать страной, которая предлагает конструктивные решения. Напомним, что на дебате в эфире общественного телевидения Александр Стоиногла не пришел. В штабе кандидат от партии социалистов пояснили, что мероприятие организовал телеканал, который поддерживает правящую партию. В итоге второй претендент на кресло президента Майя Сандо сама отвечала на вопросы журналистов различных СМИ и общественных организаций. Избиратели увидели лишь один раунд дебатов во дворце республики. В самом начале своего выступления кандидат от ПДС назвала своего оппонента от ПСРМ, цитата, «троянским конем». Одни громко объявили о своем выборе, другие не стали. На этой неделе несколько бывших кандидатов в президенты и лидеры некоторых внепарламентских партий уже заявили о своей поддержке одного из двух соперников во втором туре. Впрочем, хватает и тех, кто не стал называть имен, но призвал граждан страны обязательно пойти на выборы и осознанно проголосовать за будущее Молдовы. Бывший независимый кандидат президента Андрей Настасьев в социальных сетях призвал граждан прийти на участки 3 ноября с мыслями о реформах, которые необходимо провести в Молдове. Государство не может войти в ЕС неперестроенным, чтобы трансформироваться там. Самые важные и сложные процессы происходят здесь, дома, чтобы правосудие, экономика и все государственные институты вошли в ЕС с высоко поднятой головой, с льготами, правами и полными свободами для людей. Голосуйте прежде всего за себя, за своих детей и родителей, свои семьи и за нашу большую семью Молдову. В свою очередь представители Национальной Молдовской партии подчеркнули на брифинге, что Родина превыше всего и призвали граждан массово прийти на участки и не поддерживать кандидата от ПСРМ. «Мы должны решительно пойти на голосование и проголосовать против Александра Стоиногла. Обращаясь ко всем добросовестным гражданам, мы не можем сказать, что хотим свободную европейскую Молдову, если не проголосуем сейчас. Мы не можем ставить собственные амбиции и тщеславие выше национальных интересов. Наш голос – это щит Молдовы от коррупции». Глубоко Алицы за единство и благосостояние Игер Мунтяну подчеркнул важность рационального, осознанного и свободного голосования, но не дал и намека, кого поддержит на выбор. 2025 год станет для Республики Молдова настоящей приемной переговоров о вступлении. Будущий президент страны является гарантом интересов граждан, верховенства закона и национального единства в контексте стратегической цели европейской интеграции. Члены и сторонники блока Эмприуны подчеркнули, что придерживаются проевропейских взглядов. Они отметили, что эти выборы не о разочарованиях и сожалениях людей, а о будущем миллионов граждан страны. «Мы обращаемся к сторонникам блока Эмприуны, ко всем разочарованным и неопределившимся гражданам, ко всем тем, кто не проголосовал в первом туре. Обращаемся к гражданам, проголосовавшим за других кандидатов в знак протеста. Выходите массово во втором туре, чтобы голосовать против покупных голосов и организованной преступности. Госпожа Санду, мы знаем, что Республика Молдова и ее граждане дадут вам новый шанс, если вы выступите с четкими гарантиями относительно исправления ошибок и неудач вашей команды». Экс-кандидаты на кресло главы государства Виктория Фортуна, Наталья Морар и Василий Тарлев призвали граждан голосовать против Майс Санду. «Голосуйте за Саиногла хотя бы потому, что он не Санду. Я верю в то, что Молдова будет процветающей, что она будет мирной. Выбирайте свою страну, свою землю, а не Бруссель. Пока мы вместе, у нас есть надежда для будущего нашей страны и наших детей». Повторяю, не знаю сколько раз, почему лозунгом этой кампании, а также кампании в первом туре, не было «давайте продолжим хорошие времена» или «хорошие люди на новый срок». Почему? Еще раз повторяю, потому что хорошие времена оказались плохими. «Отодвинув Майю Санду и команду ПДС, мы откроем путь к светлому будущему, к миру и процветанию для нас и для наших детей. Это действительно еще один наш шанс, который мы не имеем права упустить ни при каких обстоятельствах. Это исторический шанс для нашего народа. У каждого честного человека, достойного думающего о Молдове, есть только один выбор – проголосовать во втором туре». Второй тур президентских выборов состоится в это воскресенье. Напомню, что в первом туре Майя Санду получила почти 42,5% голосов, а за Александра Стаяногла проголосовали почти 26% избирателей. Молдавские власти предлагают ввести механизм мониторинга ситуации в газовой отрасли. В ходе заседания правительства министр энергетики Виктор Парликов вынес на утверждение постановление, которое включает план действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в этой сфере. По мнению Парликова, в условиях, когда страна находится в состоянии повышенной готовности в газовой сфере, этот механизм будет показывать, что госструктура готова к любому развитию событий. Это положение и этот план действий призваны регулировать то, как устанавливается кризисная ситуация разного уровня, каковы обязанности учреждений, как анализируются риски, в том числе на региональном уровне. Все это регламентируется данным положением, а план действий становится основным оперативным документом работы комиссии по чрезвычайным ситуациям в случае появления рисков. Отметим, на днях министр энергетики Виктор Парликов провел встречу со своим венгерским коллегой Чабей Ланташем. Чиновники обсудили ряд тем стратегического значения. Стороны подчеркнули важность увеличения мощности транспортировки природного газа по вертикальному коридору, а также необходимость выделения финансирования Евросоюза на необходимую инфраструктуру и укрепление мощности газопровода. Хорошие новости от Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии. 29 октября она решила увеличить максимально допустимую способность для экспорта электричества в Украину и Молдову примерно на 25%. Подробности нашему телеканалу предоставил госсекретарь Министерства энергетики Константин Барасан. Благодаря принятым согласованным решениям увеличены мощности по импорту электроэнергии в Украину и Молдову. Это означает, что мы сможем импортировать больше электроэнергии из ЕС и Румынии. Это решение принято вовремя, поскольку оно также верно в контексте зимнего плана. В нем прописано несколько сценариев, включая вариант, при котором мы импортируем электроэнергию из Румынии. До сих пор импортная мощность для обеих стран составляла 1700 мегаватт. Теперь она увеличена до 2100 мегаватт. Это значительный рост почти на четверть. По словам представителей операторов систем передачи Континентальной Европы, решение приняли после разрушения значительного количества электростанций в Украине и прогнозов большого дефицита электроэнергии в зимний сезон. Новый экспортный лимит вступит в силу 1 декабря этого года. Начиная с марта следующего года, это учреждение будет ежемесячно проводить переоценку коммерческого потенциала между ЕС, Молдовой и Украиной и адаптировать его к потребностям и условиям системы. Тем временем, Совет директоров НАРЭ принял новые правила, которые стимулируют краткосрочные энергетические рынки Республики Молдова, не призванные предоставить участникам рынка новые торговые возможности и снизить издержки дисбалансов, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы. Что дают новые правила? Функционирование рынка на сутки вперед, ПЗУ и внутридневного рынка ППЗ, которыми управляет оператор энергетического рынка МОПЕМ. Они позволяют корректировать контрактные позиции максимально близко к поставке. Снижение издержек дисбаланса. Возможность покупать и продавать энергию в краткосрочной перспективе способствует экономической эффективности рынка. Эти изменения приводят энергетический рынок Молдовы в соответствии с европейскими стандартами и открывают новые перспективы для инвестиций и развития конкурентоспособных проектов в энергетическом секторе. По данным Нары, новые правила вступят в силу после публикации в официальном мониторе. При рассмотрении заявок на компенсации за отопление власти запросят данные у пограничной полиции. Цель проверки – выяснить, находится ли заявитель в Молдове или выехал с границы. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Алексей Бузу. По словам чиновников, все желающие воспользоваться компенсациями должны зарегистрироваться в системе, которая заработает в начале ноября. Бузу предупредил, что на этот раз правила отбора ужесточат. У нас в системе компенсации есть выход на базу данных пограничной полиции. Поэтому мы можем делать запросы, чтобы проверить, находятся ли заявители на территории Республики Молдова, как долго и так далее. Так что в системе предусмотрен этот аспект. На следующей неделе мы предоставим все эти подробности. Что важно, еще раз хочу подчеркнуть, что все готово, мы готовы и этой зимой мы поддержим граждан. Напомним, жители страны могут зарегистрироваться в системе до 25 ноября, чтобы уже за ноябрь получить одну из четырех категорий энергетической уязвимости – от очень высокой до низкой. На этом основании и будет рассчитываться размер компенсации. Компенсации, предлагаемые молодым врачам, которые будут работать по распределению Минздрава в селах, увеличат вдвое, а школам с меньшим количеством учащихся окажут поддержку в достижении высоких образовательных стандартов. Соответствующие проекты одобрил Кабинет министров. По словам министра здравоохранения Ланимиренко, пособие будет выплачиваться врачам, фармацевтам и специалистам с высшим медицинским образованием двумя частями. 120 тысяч леев после шести месяцев деятельности и 130 тысяч леев после третьего года работы. Чтобы у молодых специалистов была мотивация к работе в более отдаленных сельских районах, плюс по решению правительства двухнедельной давности, которым было решено компенсировать расходы молодых специалистов, которые живут в одном населенном пункте, но переезжают на службу в другой, сегодня мы предлагаем единовременную выплату в размере 250 тысяч леев специалистам с медицинским образованием. Более того, секретарь Министерства образования Адриана Казаку предложила поддержать небольшие школы страны путем создания централизаторов финансовых средств. Накопленной суммой будет распоряжаться Минобразование. Деньги собираются выделять школам на целевые нужды. Модификации и комплектации имеют как степень эффективности модулы для налога и генератора банка для школы. Цель изменения сделать более эффективным способ распределения и управления деньгами для школы, обеспечить прозрачность и правильность распределения бюджетных асигнований на финансирование образовательных учреждений. Накопленные в данном централизации финансовые средства используют для проектов получения условий обучения для капитального ремонта. Эти проекты будут отбирать на конкурсной основе и участие смогут принять начальные и средние учебные заведения. В свою очередь, министр труда Алексей Бузу сообщил, что с ноября пенсионеры смогут получать единовременное пособие в размере 2300 леев на почте. То же самое касается семей с детьми с тяжелыми формами инвалидности, которые получат единовременную выплату в размере 3000 леев. Хочу сообщить, что с 5 ноября все эти бенефициары, которые уже уведомлены правительством, смогут прийти в почтовое отделение страны с удостоверением личности, чтобы получить эту выплату. Напомним, что 9 октября министр труда обявил, что пенсионеры со стажем более 40 лет и пенсии менее 3300 леев получат единовременную выплату в размере 2300 леев. Всего этой помощью воспользуются 31 022 пенсионера. В Молдову придет крупный инвестор из Румынии. Речь идет о компании, которая специализируется на производстве электронных компонентов. Новость объявил министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба. Причиной выбора нашей страны послужило успешное сотрудничество с местной командой инженеров, которая доказала свою компетентность и профессионализм. Этот факт побудил представителей румынской компании рассмотреть молдавский рынок как стратегическое направление для расширения некоторых видов производственной деятельности. По первоначальным оценкам, общая сумма запланированных инвестиций составит 5 миллионов евро на ближайшие четыре года, а первый взнос в размере полумиллиона евро будет внесен в 2025 году. Кроме того, эти инвестиции создадут 100 хорошо оплачиваемых рабочих мест для наших инженеров. На первом этапе запустят линию по сборке печатных плат. Она рассчитана на производство 14 тысяч компонентов в час. В дальнейшем производство будет расширено до четырех линий с общей производительностью 100 тысяч компонентов в час. По данным Агентства государственных услуг, за прошлый год в Молдове работают 4900 компаний с европейским капиталом. Общая стоимость их инвестиций составляет 20 миллиардов леев. Никаких кадровых перестановок в правительстве Дарина Ричана пока не намечается. Об этом сообщил пресс-секретарь Кабинета министров Даниил Водуя после того, как представители блока Эмприуны потребовали отставки нескольких министров из нынешнего состава исполнительной власти. Если такие решения будут приняты, после консультации, которые необходимы в таких процессах, премьер-министр Ричан выйдет с заявлениями. Команда работает на благо граждан и любые корректировки в этой команде, как они происходили до сих пор, будут вноситься именно по этим соображениям. С 1 сентября следующего года украинские первоклассники из Единецкого, Окницкого, Рыжканского и Бричанского районов будут учиться на родном языке. Они также будут изучать румынский. Новые классы организуют по примеру Кишиневской гимназии имени Тараса Шевченко. По данным Министерства образования и исследования классы откроют в четырех учебных заведениях. В теоретическом лицее имени Константина Поповича в селе Нигаре Нрыжканского района, в теоретическом лицее имени Василия Сухомлинского в городе Единец, в теоретическом лицее в селе Тецканы Бричанского района и гимназии имени Ольги Кобылянской в селе Унгры Окницкого района. Пилотный проект обсудили во время встречи представителей Минобразования, Национального конгресса украинцев Молдовы, агентство ОУН по делам беженцев, Управление образования и директоров учреждений, включенных в проект. Напоминаем, что недавно в профильном министерстве сообщили, что в Бельском теоретическом лице имени Богдана Петричеки ухождел, также начнут преподавать на украинском языке. С этой недели пассажиры могут путешествовать напрямую в Абу-Даби. Рейсы выполняются трижды в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. Больше подробностей предоставили в Министерстве инфраструктуры и регионального развития. 16 декабря 2024 года один из лоукостеров откроет восемь новых направлений из Кишинева. Рейсы будут выполнять в немецкие города Дортмунд и Мемюнген. По понедельникам, средам и пятницам рейсы в Нюрмерг и Брюссель будут отправляться по четвергам и воскресеньям. Рейсы в Берлин и Париж будут выполняться по вторникам и субботам, а в Верону по понедельникам и пятницам, в Болонию по средам и воскресеньям. Кроме того, в правительстве отмечают, что с 7 июля будущего года другая авиакомпания будет выполнять рейсы по маршруту Кишинев-Париж – Орли дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Растет заболеваемость респираторными инфекциями. В Национальном агентстве общественного здоровья сообщили, что в течение прошлой недели врачи зарегистрировали около 5200 случаев. 64% заболевших – это дети. В ведомстве уточнили, что число больных ОРВИ увеличилось на 21% в сравнении с позапрошлой неделей. По данным НАОС, с 21 по 27 октября отмечено свыше 60 случаев коронавирусной инфекции. В течение прошлой недели было зарегистрировано 67 случаев COVID-19, в том числе в Приднестровском регионе, что на 23% меньше по сравнению с предшествующей неделей. 18 случаев отмечено среди детей до 14 лет. Также чиновники заявили, что в государственных медицинских учреждениях страны продолжается иммунизация против гриппа. До сих пор было введено более 68% от общего количества полученных вакцин. Со своей стороны, специалисты призывают население сделать прививку от сезонного гриппа инфекции, который вызывает вирус SARS-CoV-2. Продолжительность поствакцинального иммунитета варьируется от 6 до 12 месяцев. Напомним, в понедельник на совещании в мэрии начальник главного управления медико-социальной помощи Владимир Балакан сообщил, что наблюдается постоянный рост числа респираторных инфекций и увеличиваются риски пневмонии и бронхопневмонии. А больницы подготовлены и оснащены для приема пациентов. С этого года каждый новорожденный в нашей стране проходит проверку слуха. Аудиологический скрининг позволяет раньше выявить нарушения и предотвратить случаи глухоты. По данным Министерства здравоохранения, исследование проводится бесплатно. Оно доступно в каждом роддоме страны. О других событиях в рубрике «Короткой строкой». Вечером 29 октября в Кишиневе произошла серьезная авария. По данным полиции, на пересечении улиц Албешуара и Пушкина, столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП 60-летний автовладелец погиб на месте. Полиция устанавливает все обстоятельства. Другая авария произошла на улице Алексея Матьевича. В результате удара один из автомобилей перевернулся. Обошлось без пострадавших. В Международном аэропорту Кишинева начался ремонт на стоянках самолетов и рулежных дорожках на старом перроне посадки и высадки пассажиров. Мероприятия пройдут в четыре этапа в течение месяца. Рабочие проведут фрезерование, удалят поврежденный асфальт, уложат новый слой асфальтобетонного материала, затем обновят всю дорожную разметку и нанесут защитный материал на асфальтовые покрытия. На КПП «Тудора» изъяли партию инъекционных препаратов и косметической продукции. При тщательном досмотре сотрудники таможенной службы обнаружили в багаже одного из пассажиров косметические средства и препараты для инъекций в коммерческом объеме. Товар изъят, ведется расследование. На чемпионате мира по шатакан-карате, который проходил в Белграде, семь молдавских спортсменов завоевали 11 медалей. В старшей категории три золотых медали вручили Виталию Спыну и одну Анастасии Спыну. В этой же возрастной категории двое других спортсменов завоевали бронзу. В юношеской категории золотую медаль получил Максим Гуцу, а среди юниоров победила Алина Цугуй. Она стала вице-чемпионкой мира. Также Молдова завоевала 8 медалей на чемпионате Европы по тэквондо в Великобритании. В четверг цены на основные виды горючего продолжат снижаться. Так, бензин потеряет в цене 7 банов, а дизельное топливо – 2. По данным Нары, 31 октября литр бензина марки А95 будет заливаться на АЗС по 23 лея 7 банов. За такой же объем дизельного топлива автовладельцам придется заплатить 19 лея в 38 банов. Член местного совета Александр Утрохин оказался в шаге от смерти. Будучи спортсменом, он сумел перехватить пистолет и направить его так, чтобы не получить пулю. Инцидент якобы произошел 24 октября. Почему средь бела дня раздались выстрелы? Почему я, Трохин Александру, стал объектом этого нападения? В последнее время я слышал много версий, вроде как это чей-то политический заказ. Следствие прокуратура и мой адвокат настойчиво просили не давать показаний, не оправдываться ни перед кем, потому что это добавит ценность для моих врагов. По данным правоохранителя, открыто уголовное дело по факту хулиганства. Случай, который произошел в Страшенах, был зарегистрирован. Назначена судебная медицинская экспертиза, допрошены свидетели, проведены другие необходимые следственные мероприятия. По факту произошедшего, открыто уголовное дело по статье 287 Уголовного кодекса «Хулиганство». Напомним, что любой человек считается невиновным, пока его вину не признает суд. Мария Муниципе Кишинев предлагает финансовую поддержку столичным супружеским парам, которые прожили вместе от полувека и более. В октябре эту помощь получили 79 пар, которые отпраздновали 50, 60 или 70 лет совместной жизни. В числе получателей финансовой помощи оказались и трое долгожителей, которым исполнилось 100 лет. Они получили единовременную выплату. В октябре отчествовали 79 пар. Те, кто прожили в браке 50 лет, получили 5700 леев. 60 лет – 7,5 тысяч леев. 70 лет – 10 тысяч леев. В октябре мэрия Кишинева также оказала финансовую поддержку троим долгожителям. Им выдали по 5 тысяч леев. Всего с начала этого года выплаты от муниципалитета получили 476 пар, которые провели в браке более 50 лет. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. Страны Северной Европы поддержали план победы украинского президента Владимира Зеленского и продолжат оказывать Киеву помощь, в том числе военную. Об этом объявили в ходе саммита в Рейкьявике. Там Зеленский встречался с главами правительств Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции. Услам президента соседней страны, Россия сконцентрировала большие силы на востоке Украины, и в последние дни российские военные несут тяжелые потери. Для них это не люди. Их заставляют, и каждый день гибнет множество русских. Последний раз я связывался с генералом сегодня утром. Например, накануне русские потеряли только на восточном направлении 800 человек. Так что они не думают об этом. А думать приходится нам. Вот почему это непросто. Лидеры обсудили планы создания так называемой «Северной бригады». Еще в сентябре Киев предложил скандинавским странам подготовить и вооружить по одному украинскому батальону. Между тем, на Западе выражают серьезную озабоченность укреплением военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Накануне в российскую столицу прибыл министр иностранных дел Северной Кореи Цой Хон Хи. Российские официальные лица отмечают, что поездка проходит в рамках стратегического диалога после подписанного в июне договора о стратегическом сотрудничестве. Однако конкретные темы переговоров неизвестны, сообщает Евронюс. На Западе и в Южной Корее полагают, что Москва и Пхеньян обсуждают отправку военных специалистов из КНДР в Россию и что Северная Корея может получить в обмен на это. Москва и Пхеньян опровергают сообщения о том, что северокорейские специалисты воюют на стороне Кремля. На Западе углубления партнерства между двумя странами вызывают все большую озабоченность. Южная Корея предупреждает, что могут начать оказывать Киеву полномасштабную военную поддержку в ответ на действия соседей. Израильские военные нанесли удар по городу Бейт-Лахи на севере сектора Газа. Подконтрольной группировки «Хамас» Минздрав Газа сообщил о десятках погибших и пострадавших. Тот же источник проинформировал, что при бомбардировке был разрушен пятиэтажный жилой дом, где укрывались перемещенные из других районов палестинцы. В здании находились порядка 200 человек. По словам врачей и директора ближайшей больницы, она переполнена пострадавшими. Накануне израильские военные провели рейд в этом медучреждении. В Цахал заявили об аресте десятков боевиков, которые пытались оказать сопротивление. По данным палестинской стороны, с начала операции Израиля в Газе погибли более 43 тысяч человек, а число раненых превысило 100 тысяч. Несмотря на то, что в последние недели Израиль переключил основное внимание на Ливан и Иран, Цахал продолжал проводить крупную операцию на севере Газы и наносить авиаудары по всей территории сектора. Израильские военные заявляют, что целью ударов являются боевики, обвиняют «Хамас» в использовании гражданского населения в качестве живого щита. В армии подчеркивают, что прилагают все возможные усилия, чтобы не навредить мирным жителям. Ливанская вооруженная группировка Хезбалла заявила во вторник, что выбрала новым генеральным секретарем Наима Касема вместо убитого в пригороде Бейрута Хасана Насралы. Ройтерс уточняет, что Касем был заместителем погибшего. Группировка объявила в письменном заявлении, что ее руководящий орган избрал 71-летнего Касема в соответствии с установленным механизмом избрания генерального секретаря. Наим Касем заявил, что вооруженная группировка поддерживает усилия, направленные на прекращение огня в Ливане. «Мы поддерживаем политические усилия, возглавляемые спикером парламента Набихом Бери ради прекращения огня. Как только режим прекращения огня будет установлен и дипломатия сможет достичь его, обсудим все остальные детали и будем принимать решения совместно». Напомним, что Хасан Насрала был убит 27 сентября, а Хашем Сафилдин, видный руководитель Хизбаллы, который считался наиболее вероятным преемником, был убит в результате израильских атак недели назад. После убийства Насралы на МК-7 трижды выступал с телеобращениями. Отрыв Камалы Харрис от Дональда Трампа сократился. Согласно опросу Reuters Ipsos, который был опубликован во вторник, кандидат в американские президенты от демократов опережает республиканцев всего на один процентный пункт – 44% против 43%. Трехдневный опрос продлился с 24 по 27 октября. Он показал, что в преддверии выборов 5 ноября шансы на победу у кандидатов от обеих партий практически равны. Погрешность опроса составляла около 3% в обе стороны. Несмотря на то, что Харрис опережала Трампа в каждом опросе, проведенном Reuters Ipsos с момента ее вступления в предвыборную гонку в июле, с конца сентября ее преимущество неуклонно сокращалось. Новый опрос, в котором приняли участие 975 зарегистрированных избирателей по всей стране, показал, что Трамп имеет значительное преимущество над Харрис по нескольким вопросам, которые избиратели считают наиболее актуальным. Отвечая на вопросы о том, кто из двух кандидатов лучше решает вопрос экономики, безработицы и рабочих мест, участники опроса выбрали Трампа 47% к 37%. На протяжении всей кампании он имел преимущество в вопросах экономики. 26% избирателей в последнем опросе назвали рабочие места экономики наиболее актуальными проблемами страны, по сравнению с 24%, которые назвали политический экстремизм, и 18%, которые указали на иммиграцию. Наибольшее преимущество Трампа в вопросах внутренней политики может быть связано с жесткими предложениями по вопросам переселения, включающие массовую депортацию мигрантов, находящихся в стране нелегально. Около 48% избирателей в последнем опросе назвали подход Трампа к эмиграции наилучшим, что выше, чем 33% у Харрис. Опрос также показал, что преимущество Харрис в вопросе политического экстремизма сокращается. Около 40% избирателей заявили, что у нее лучший подход к борьбе с политическим экстремизмом и угрозами демократии, по сравнению с 38% избирателей, выбравшими Трампа. Центральная избирательная комиссия Грузии объявила, что будет пересчитывать бюллетени примерно на 14% избирательных участков. Решение приняли после того, как оппозиционные партии осудили фальсификацию на парламентских выборах, которые состоялись в минувшие выходные. Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил руководство партии «Грузинская мечта». Глава правительства Венгрии, который сейчас председательствует в Совете ЕС, заявил, что он прочел отчеты венгерских наблюдателей, которые были явно позитивными и сообщали о свободных и демократических выборах. «Если бы либералы победили здесь, в Грузии, то сегодня по всей Западной Европе ходили бы слухи, что ваша демократия находится в отличной форме. Но на выборах победили консерваторы, поэтому в международной прессе ожидаются дебаты, как это происходит после выборов в Венгрии или в любых других странах. Не стоит воспринимать это всерьез». Прозападно-оппозиционные партии отказываются признавать результаты субботнего голосования, которое, по их словам, было сфальсифицировано в пользу правящей партии. «Грузинская мечта». Президент Соломезу Робишвили назвала результаты голосования нелегитимными и заговорила о специальной российской операции. Но Кремль опроверг это заявление. Аналогичную позицию занимает Запад, который выражает растущую обеспокоенность по поводу отступления от демократии правительства Грузии, страны кандидата в ЕС, стремящейся вступить в НАТО. Напомним, что согласно почти полным результатам, объявленным Центризбиркомом, партия «Грузинская мечта» победила на выборов, набрав почти 54% голосов. Впротив, почти 38% у оппозиционной коалиции. Европейский Центральный Банк придерживается осторожного подхода, который основывается на данных для дальнейшего снижения процентных ставок. Об этом заявила глава учреждения Кристин Лагард. Она также отметила необходимость повысить производительность труда в Европе и найти решение проблем в энергетическом и цифровой сферах. Президент Европейского Центрального Банка Кристин Лагард подчеркнула, что несмотря на недавние дефляционные тенденции, ЕЦБ далек от участия в агрессивном цикле смягчения политики. В беседе с президентом и главным исполнителем директором Атлантического Совета Фредериком Кемпе-Лагард объяснила, что решения ЕЦБ по процентным ставкам будут продолжать зависеть от поступающих экономических данных, но подчеркнула необходимость проявлять осторожность при оценке меняющихся экономических условий. Хотя ЕЦБ уже снижал процентные ставки в июне, сентябре и октябре, Лагард развеяла слухи о заранее установленной стратегии снижения. По ее словам, задача Европы определить отрасли, которые будут способствовать повышению производительности труда в будущем. Помимо этого фактора, Лагард назвала высокие цены на энергоносители серьезным препятствием для конкурентоспособности Европы. Она обратила внимание на существенные различия между Европой и Соединенными Штатами. Если посмотреть на цены на энергоносители, то в Европе они примерно в 2-3 раза выше, чем в США. Если вы проанализируете цены на газ, то в Европе они в 4-5 раз выше. Мы можем найти энергию, топлива нет. Европа может стать лидером в области неископаемой энергетики, которая будет генерировать значительно более дешевую энергию после окончания переходного периода. Третьей серьезной проблемой для Европы, по мнению Лагард, является цифровизация. Она отметила, что Европа значительно отстает от США и Китая в предоставлении венчурного капитала, необходимого для развития цифровых инноваций. Для нас важно финансирование для прогресса в этой области цифровизации, для продвижения вперед по пути инноваций. Но для этого нужен капитал, готовый пойти на риск. А у нас в Европе это не очень хорошо получается. Если сравнивать с США или Китаем, капитал Европы слишком скромен. Поэтому мы полагаемся на общий рыночный капитал ЕС или даже всех стран континента. Лагард пришла к выводу, что Европа должна перейти от выявления проблем к реализации решений. Курс биткоина приблизился к историческому максимуму. За вторник стоимость криптовалюты выросла с 70 тысяч долларов до более чем 73 тысяч. Впервые с 14 марта значение превысило 73 тысячи 7777 долларов. Сейчас биткоин торгуется по цене в 72 тысячи 400 долларов за монету. Десятки миллионов рабочих мест в ЕС находятся под угрозой из-за искусственного интеллекта. По мнению участников Всемирного экономического форума, к 2027 году в Европе исчезнут 83 миллиона рабочих мест. Предполагается, что главной причиной таких резких изменений станет быстро развивающийся искусственный интеллект. Сообщается, что к 2027 году может быть создано до 69 миллионов новых рабочих мест. Исследование McKinsey – будущее трудоустройства в Европе прогнозирует, что к 2030 году 94 миллионам европейских работников потребуется переквалификация из-за роста автоматизации. Международная консалтинговая компания также определила отрасли, работникам которых больше всего угрожает развитие нейросетей. Это услуги гостиничного бизнеса и общественного питания – 94%, искусство – 80%, оптовая и розничная торговля – 68%, строительство – 58%, транспорт и логистика – 50%. К 2030 году 21 миллион человек могут сменить профессию, говорят эксперты, предполагая, что большинство из них не имеют высшего образования. Французские неправительственные организации бьют тревогу по поводу высокого содержания ртути в консервированном тунце. В ходе расследования этот металл обнаружили во всех взятых образцах. О повышенном содержании ртути говорится в новом отчете парижское НПО «Блум», которое занимается вопросами сохранения морской среды и организацией по защите прав потребителей «Фудвотч». И правительственные организации проанализировали около 150 банок тунца из пяти европейских стран – Германии, Великобритании, Испании, Франции и Италии. Они обнаружили, что все продукты содержали ртуть, причем 57% из них превышали предел в 0,3 части на миллион, установленных для других видов рыбы. То, что мы получаем в итоге на наших обеденных тарелках, представляет собой колоссальный риск для здоровья населения, который не рассматривается всерьез. Средний европеец потребляет почти 3 кг тунца в год, в основном консервированного. Однако при такой обработке концентрация ртути удваивается или утраивается по сравнению со свежим продуктом, утверждает «Блум». В настоящее время европейский стандарт устанавливает максимальный уровень ртути на уровне 1 промилле. «Блум» и «Футботч» начали кампанию, призывающую к ужесточению правил, в частности, к снижению нынешнего порога в 1 промилле до 0,3 промилле, которая применяется к другим видам рыбы. В Норвегии трамвай сошел с рельсов и врезался в здание. Инцидент произошел в Осло во вторник днем. Пострадали 4 человека. На кадрах с момента происшествия видно, как трамвай врезался в магазин на первом этаже четырехэтажного дома в центре столицы. Экстренные службы оперативно прибыли и оцепили территорию. Издание эвакуировали всех людей. Его проверят на предмет структурных повреждений, сообщили в полиции. В момент происшествия в трамвае находились 20 человек. Ведется следствие. Испания погружается под воду. К наводнениям привели обильные дожди, которые обрушились на страну во вторник. Из-за удара стихии в Валенсии обрушился мост, а в Малаге и поезд сошел с рельсов. Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Во вторник вечером стало известно об одном погибшем. В Валенсии мужчина спустился в гараж, что проверить машину и застрял в лифте. В этом же регионе из-за наводнения обрушился мост на реке Пикане. Государственное метеорологическое агентство объявило наивысший уровень тревоги в Валенсии в связи с дождями. Также учреждение выпустило специальное предупреждение на территории всей страны и призвало граждан к осторожности. Пик шторма пришелся на вторник, но проливные дожди продолжатся в ближайшие дни, говорится в сообщении. Из-за шторма Дана железнодорожные компании были вынуждены приостановить во вторник скоростное движение между Мадридом и Валенсией, а также Валенсией и Барселоной. Кроме того, закрыли несколько дорог, в том числе и Пикасенте в направлении Аликанты, в городе база провинции Гранада. Ранее во вторник в Малаге поезд сошел с рельсов. В результате инцидента никто не пострадал, а пассажиров пересадили на другой транспорт, сообщает Адив. В регионе Альмерия градины размером с мяч для гольфа повредили машины и урожай цитрусовых. В регионе Валенсия также пострадали апельсиновые и оливковые деревья. В Аргентине обрушился десятиэтажный отель. Чрезвычайное происшествие случилось в городе Вилле-Хисель во вторник утром. Погиб по меньшей мере один человек, 80-летний мужчина. Еще несколько пострадали. Под завалами остаются люди. По данным международного агентства Reuters, на момент ЧП в недавно отремонтированном отеле проживали около 15 человек. На место немедленно прибыли спасатели. Власти мобилизовали специальные команды инженеров-строителей, а для оказания помощи к операции привлекли собак, обученных обыскивать разрушенные здания. Министры национальной безопасности Аргентины Патрисия Булрич сообщила, что к отелю отправили две специализированные группы. Профильный министр провинции Буэнос-Айрес Хавер Алонсо рассказал, что четырем каменщикам, которые работали в отеле в момент обрушения, удалось скрыться. Позже их задержала полиция. У нас все еще есть надежда, что мы найдем под завалами выживших. Но мы должны быть осторожны, потому что некоторые стены все равно могут рухнуть. Мы задействовали все службы и спасателей, которым предстоит сдвинуть 8 метров строительной конструкции. На этом мы сосредоточили все усилия. На этом выпуск завершен. Далее не пропустите сериал «Частная жизнь», а сразу после вас ждет передача «Дестине». Хорошего вечера и до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.